Может ли такой процесс быть легитимным? Наверное, нет. Ну вот получается, Крым не Россия, потому что его незаконно присоединили. Ну, все-таки Крым Россия. Как ты приходишь к такому логическому музыкальному? Подожди, Алекс, Алекс, подожди. Алекс, подожди. Да, пятая Крыма-бригада. Пятая Крыма-бригада. Давайте тяжелой техникой пройдем здесь по лорду. Его нужно давить. Его нельзя так аккуратненько, знаете, давить его, давите. А, ну тогда начнем. Давай, в Донецкой области. Что вы делаете? Я не знаю. Как это мы не знаем? Что здесь делают твои войска, ебать? Мои хуя, я не могу домой отправить, ебаный мак. Они лежат, они лежат, а их семьи их ищут. Так что они здесь делают? Не кричите, давайте спокойно, зачем вы так эмоционально? Ну давай, давай, давай спокойно. Давайте спокойно. Что вы меня делаете в Харьковской области? Что вы меня делаете в Донецкой области? Меня там тоже нет. Что вы у меня делаете в Курской области? Что вы у меня делаете в Белгородской области? Какого хера вы вообще здесь находитесь вообще? Это знаешь? Меня же там нет. Самый позитив, я тебе скажу, короче. Это Боженька создал, говорит, да, я создам долбоебов. Долбоебов. Создал долбоебов. Это территория Российской Федерации. Такой огромный. Слушай, я договорю, потом будешь говорить. Доброе? Да, да. Вот. Говорит, да, давай, я, короче, создам долбоебов, ебать. Открывает крышечку, ебать. А там в крышечке сто дебилов, ебать. И чисто случайно всех уронил, нахуй. Говорит, вот это вот территория будет Россия. Вот. И эта страна, получается, из долбоебов созданная, которая везде, блядь, воюет, везде, блядь, в сраку лезет, ебать, и дипломы нигде получить не может. Вот. Это ваше достижение. Вы, блядь, охуенная страна. У вас все есть. Вы, блядь, богатые пизда, ебать. А сами живете в болоте. В болоте, ебать. Вас, вас же президент вас ебет. Вы смеете с моего президента, ебать. А у меня президент гомик, ебать, и с вас орет. А я с вас просто орет, долбоебов. А я не с вас долбил. Мой президент, ебать, настолько элита, который всю Европу поднял, как вас на колени, блядь, поставить. Но это еще время. Подожди, время произойдет. Этот час настанет, когда мы вас поставим не только на колени, мы вас и раком, и боком, вообще во всех позициях выведем. Это только надо час, ебать. Это надо время. Время. Ты думаешь, блядь, санкции, мы санкции все обойдем, ебать, обходите. Обходите уже к китайскому долгу, к китайскому. А как оно там, блядь? Как у китайцев, блядь, валюта называется? Тихняя. Блядь. Юань. Юань. Вы уже на юанье переходите, еб твою мать. Вам это не стыдно? Все нормальные государства живут, блядь, спокойно, кайфуют, ебать. Вы считаете, что здесь, блядь, украинцы, блядь, вам нату здесь, блядь, сделали. Белого лаборатории, еб твою мать. Тут уже даже собаки, нахуй, вас боятся, еб твою мать. Они просто охуевшие от того, что, блядь, насколько таких псов выпустили. Утолбоженька, блядь, выпустил, крышечку открыл, долбоебов запустил. И они не понимают, что им вообще делать. Герман, скажите, а это... Это ваше, это ваше. Герман, а что бы сказали Путину, если бы он сейчас сидел в эфире? Я бы передал привет. Красавчик. 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 Не, ну красавчик бы не сказал. А вот данного, что бы сказали. Как это не сказал? Гордо, вы передали привет Буданову? Он есть. Кому нет. От него медаль. Только, а почему Буданову нет? Ну, блядь, а ты своему президенту не можешь сказать, что бы он тебе какую-то что-то подарил. Кодяку дал? Я не знаю, кому вообще тут все говорят. Ну, если бы вы попросили. Муж, вам работать в киоске? Раздавать газировку? Вообще. Нам такие люди не нужны. Нам такие люди не нужны, короче. Братан, ты вообще отброс. Зачем спорить? Я вообще ничего не сказал. Там не понимаешь, где ты находишься. У меня вот в Мариуполе. Все, дядька, говори. Кажи, кажи. Я даже ничего не успел сказать, я уже отброс. Нет, ты не отброс. Просто ты человек без взглядов, и мне кажется, с тобой нет смысла спорить. Потому что ты бы, как выяснилось, воду носил бы и вагнеровцам, и азовцам, и, я не знаю, и скандеровцам, и российским вагнерцам. Вообще всем. Я даже не знаю, а ты бы ииловцам, и в крокусах, и носил бы воду, или? Мать-ка, наш банк, Украина, ума, ты осуждают. Чего ты осуждаешь? Геман, Геман, а вы знаете, что... Мы не в России. Геман. Я для себя осудил, а не запрещено. Я не спорю, я осудил для себя. А погоди, то есть, если бы ты не осудил, то к тебе бы пришел бы товарищ майор, набить бутылку в определенные места и спрашивал, почему ты был на том эфире и не осудил фразу «батька наш Бандера». Это в России так работает? Нет. Тогда зачем ты осудил? Это модно. Так, ладно. Блядь, ты позитивный, что пиздец. Короче, ты двухсторонняя личность, которая и там не хочет быть, ну... И там не хочет спокоиться. И она сама... Да, да, да. Мы... Блядь, я матом не... Не надо матом, да, я же культурно общаюсь. У меня не встал. Герман, скажите еще раз, повторите еще раз, мне понравилось, скажите, что вы чувствуете? Война идет, люди умирают с двухсторон. Повторите, какие у вас чувства по этому поводу? Ощущаю глубочайшую печаль. Нет, скажите, печально. Скажите, просто печаль. Коротко. Я люблю коротко, помните? Уже не люблю. Нет, скажите, мне печально. Я понял, что на нашем стриме так нельзя говорить. А, то есть вы уже пытаетесь, вы как хамелеон, да? Вы пристраиваетесь к моему стриму, да? Мы учимся на ошибках, как нейросеть. Герман, а вы знаете, что стыдно быть русским? Вы знаете, что... Извините, там Вагнер пишет. Вагнер — это сила, ебать. Ну, не знаю, Азов их выебал. Поэтому, блядь, пусть кайфуют. Скажите, Герман, я вас сейчас отпущу, скажите, у вас что-нибудь проснулось внутри? Какой-нибудь, там, не знаю, нерв заработал? Я бы хотел с Крема-бригадой поговорить. Он интересный человек. Да, да, да. Давай. Задавай вопрос, я тебе отвечу. А почему вы всех под одну гребенку ставите? На кого? На всех. На всех. На всех ребенка. Просто вы мне говорите... У всех это кто? У всех. Ну, русских. Не, это общество. Ну, ты говори конкретно. А кого я ставлю? Ну, всех русских. Ну, блядь, ты пришел ко мне домой. Я не пришел. Ну, ты не пришел. Пока еще не пришел. А завтра придешь. Я бы и не пришел. Ну, не сомневаюсь в этом. Почему? Ну, потому что я сомневаюсь в этом. Зачем не приходить кому-то домой? Зачем? Что? Не приходить кому-то домой. Ты пришел, нарушил чужое государство. Твой... Нет. Конкретно не ты. Твое государство нарушило. Так уже в этом... В любом случае ты будешь... Здесь, как бы ты не хотел, ты будешь все равно виноват в этом. Понимаешь? Да. Ну, возможно. Возможно. Он придет и будет всем... Твое государство пришло на чужую страну. Чужую страну. А я такой же гражданин, как и ты. Только... Общество выбрал другое. Вот и все. Водопой не воюет. Понимаешь? Не сто раз. Водопой не воюет. Я бы был мирной территорией. И всем его раздавал. Мирной территорией. События мирные. О, вот это вот по поводу мирного. Я тебе говорю. С одной страны... Вот смотри. Когда немцы проебали войну, их Европа поддержала, блядь. Штаты их поддержали. Ну да. За это никто ничего не говорит. В каком году у нас, блядь, был этот, блядь, подписан? Блядь. Второй мировой. Давай. А конкретнее... Вторая мировая. Как было выявлено? Вот. Продолжение следует...